Мы продолжаем беседы по книге «Премудрости» Соломоновой. И сегодня совершенно естественным образом мы будем говорить, собственно, о «Премудрости», которой тоже уделяется место на страницах этой книги, что естественно, потому что книга и называется «Премудрость Соломона». Как не сказать о «Премудрости». Мы уже говорили о ней, когда рассматривали книгу притчей Соломоновых, и там очень много говорится, свидетельствуется даже о «Премудрости» и подчеркивается, что под именем «Премудрости» речь идет о Второй Ипостаси Святой Троицы, о Сыне Божьем, хотя он напрямую там так и не называется, но подчеркивается его участие в мироздании, в том, что им творит Бог мир, что он есть та и тот, та сила, то, как бы сказать, явление жизни, та ипостась, в которой и через которую приводится в бытие мир. Книга «Премудрости Соломона» тоже свидетельствует о «Премудрости», и достаточно много, мы все рассматривать не будем, но есть очень важное одно свидетельство, которое скрывает свойства «Премудрости Божьей» несколько в ином ракурсе. Речь тоже, как мы увидим, идет о Второй Ипостаси Святой Троицы, но раскрываются некоторые другие качества этой «Премудрости», некоторая другая роль ее в отношении человека. Седьмая глава. «Она, Премудрость, есть дух разумный, святой, единородный, многочастный, тонкий, удободвижный, светлый, чистый, ясный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Ибо Премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и все проникает. Она из дыхания силы Божьей и чистое излияние славы Вседержителя, поэтому ничто оскверненное не войдет в нее, она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости его. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божьих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с Премудростью». Вот такой отрывок, который пытается по-разному описать это явление, дать ее характеристики, как сказали богословы, описывая катафатические свойства Бога, то есть то, что мы можем узнать о нем по проявлениям его в мире. Но поговорить хотелось бы о следующем. Во-первых, обратить внимание на слова, что при мудрости все проникает, все умные, чистые и тончайшие духи, что она все проходит и все проникает, пронизывают собой все существующие небесные силы, содержат собой все. В обыдленности мы, так сказать, и рассуждая, и пытаясь озвучить как-то, и размышляя, мы представляем Бога существующим самому по себе. То есть он где-то там в своей, как говорят философы, трансцендентности, недоступности, непостижимости, совершенно оторванном в своем бытии, а человек живет в своем, а мир злых духов живет своей жизнью, а мир добрых духов живет своей жизнью. И с этой точки зрения, вот именно так воспринимаются какие-то высказывания, свидетельства, намеки о каких-то параллельных мирах, которые якобы открывают ученые. И вот это очень удобно ложится на наше бытовое, обыденное сознание. И в простоте своей мы воспринимаем именно так мир, что мы, человеческое сообщество, живем в каком-то своем мире, описываем своими законами, определяемым своим собственным бытием. И, конечно, Бог иногда вмешивается в эту жизнь, и, конечно, он потом, возможно, вот мы пойдем к нему, и он даст нам какое-то там посмертное бытие, но в целом в нашей повседневной жизни он фактически постоянно себя не проявляет. И точно так же и ангельские, и демонские силы, они живут каким-то своим сообществом, и вот иногда могут вторгаться в нашу жизнь, вот если есть какие-нибудь там медиумы, или спириты, или шаманы, которые вот приглашают, вызываются, прикасаются эти два мира в целом, они живут совершенно своей внутренней организацией, а люди живут своей. Вот это очень удобная картина, но она на самом деле действительности не соответствует. На самом деле Господь проникает с собой все. Он внутренне пронизывает с собой все бытие, все духовные силы, все духи, и все бытие человеческое. Он действительно лежит в основе всего бытия как такового. Он некоторое подлежащее, он фундамент, на котором стоит и содержится все. И некто, как потом скажет, евангелист засвидетельствует, евангелист Иоанн Богослов, все через него начало быть, что начало быть. Но не только начало быть, но и существует до сих пор только потому, потому что Он на самом деле дает этому бытие. И важно понимать, что все те духовные качества и все те таланты и способности, которые по преимуществу связаны с духовным проявлением человека, они тоже даются Богу. Познавать и творить красоту, познавать и творить добро. Вот для чего даются человеку многоразличные таланты, вот какие бы мы ни могли себе представить, все они изначально даны Богом для того, чтобы человек творил и служил истине, красоте и добру. То есть приумножая проявление этого в мире. Если человек осознает это свое, вот этот дар, осознает, что источником того, что он умеет, любит делать, то, что не получается, является Господь и повернет к нему лицо свое и обратится к нему всем своим сердцем, тогда его творческие способности, его дарования и таланты, они будут носителем Святаго Духа, они будут носителем силы Божьей, они будут не только что-то творить, они будут творить такое, что действительно будет преображать мир, будет свидетельствовать о Боге, и не просто свидетельствовать, а свидетельствовать силой, с всемогуществом, с очевидностью и с истинностью, присущей проявлению Бога. Это тот порядок вещей, который ярче всего реализуется в литургии, когда и то, что, собственно говоря, было предназначено человеку при сотворении, что ожидается и требуется от него при всех обстоятельствах жизни, когда во время литургии на престол, перед лицом Божьим приносится хлеб и вино, и молитва церкви как бы призывает Бога осветить эти принесенные дары, и призывает в молитве, сказано, что не только вот этот хлеб и это вино, но и всех собранных здесь, всех верующих во Христа, всех составляющих церковь. И вот тогда, замыкая это ключевое событие литургии, когда освящается, будет вот освящен хлеб и освящено вино, и станет причастными Богу, и станут вместилищем Бога, станут телом Христовым и кровью Христовой, священник возглашает, «Твоя от твоих, тебе приносящи за всех и за вся». Вот этот возглас, что «твое от твоих», то, что ты нам дал, мы тебе приносим. То есть это двойное исповедание, раз то, что во мне есть, вся жизнь, все таланты, все, что я получил, все это тобою дано, и все это я приношу тебе. И вот когда это свершается в жизни человеческой, когда с каждым своим духовным даром, с каждым своим талантом и дарованием человек поступает таким образом, то Господь освящает этот талант и дарование, и человек становится носителем священного, святого, он становится источником святости, он становится святым, и творчество становится святым. Вот разумеется, через это творчество, из этого служения, плод от такого творчества и от такого служения, он фактически вне временной, он, по крайней мере, очень долгий. И то, что сделано святыми отцами, оно живет вместе с церковью и будет существовать до тех пор, пока существует церковь. Время не властно над таким опытом. Литургическая поэзия, гимны, иконы, храмы, книги, написанные святыми отцами, плод их веры, плод их милосердия, свидетельства об этом милосердии и многое другое, что творили эти люди, которых мы называем святыми отцами, оно будет жить в памяти церкви, если даже материально что-то может быть уничтожено, в памяти церкви, как часть церковного опыта, как часть свидетельства церкви, она будет жить вместе с церковью до последнего дня мира. Вот это первая форма отношения к тому, что мы ощутили как дар Божий нам. Есть бывает и по-другому, когда человек не ощущает, что в нем есть дар и талант, он понимает, что это дар Божий, и в то же время он не может всей своей полнотой жизни обратиться к Богу. Он понимает, что в нем откуда-то этот талант есть, и он понимает, что он родился с ним, и стало быть никакой заслуги в этом таланте, в этом качестве, в этой красоте, в этой силе, в этом поэтическом вдохновении или музыкальном творчестве, ничего его нету, он такой в мир и пришел, никакой заслуги в этом нету. Он понимает, и все-таки он жизнью своей обратиться к Богу не может, не умеет, не получается, и его творчество становится двусмысленным. Оно может доходить до очень проникновенных, очень важных духовных вещей, свидетельств и откровений, а может быть, бессмысленным, пустым, напрасным. Самым ярким выражением такого типа является творчество, например, Александра Сергеевича Пушкина, о чем он сам ярче всего засвидетельствовал в стихотворной форме, написав письмо митрополиту московскому филарету, святителю филарету Дроздову. Называется «дар напрасный, дар случайный». Исповедуя, что он не может понять, он знает, что дар ему дан, но зачем, для чего, что с ним делать, как с ним распорядиться, он не умеет, он не знает. Ответ-то простой. Надо развернуться к Богу. Но он не может. Это внутренние его проблемы, потому что обращение к Богу связано с покаянием. А он по каким-то внутренним своим причинам не может это сделать. И мучается всю жизнь от амбивалентности, а порой бессмысленности собственного творческого дара. Есть третий род людей, которые ни за что не признают и не осознают, что в них есть дар. Они считают, что это их собственное изобретение, собственная гениальность, и никакому Богу они и не должны отдавать отчета в том, что у них есть дар. Сама жизнь считается их своей собственностью. Все, что им дано от природы, считается им и только им принадлежащей. И в этом они не должны давать отчет никому. Вообще, не только Богу, но даже людям. Они не обязаны давать отчет в том, как они распоряжаются собственной жизнью, собственными большими или маленькими талантами. Это их красота. Это их сила. Это моя гениальность. Это мое творческое вдохновение. Что хочу, то и делаю с этим. Как хочу, так поступаю. И тогда талант любой. В данном случае речь идет не только о поэтах, музыкантах, композиторах или ученых. Вообще людей бесталанных нет. Каждому человеку, превходящему в мир, дается нечто нужное, потребное для того, чтобы он мог этим прославить Бога, послужить ближним и умножить в мире или хотя бы явить в мире хоть какую-то истину, красоту и добро. И вот люди, которые так думают, которые считают, что все, что в них есть, принадлежит только им, они в конце концов перестают вообще своими талантами служить истине, добре или красоте. Они начинают разрушать. Разрушать формы, искажаются. Суть любых проявлений человеческого творчества, человеческого вдохновения, человеческой жизни искажается. И человек любыми своими талантами начинает разрушать себя и мир вокруг себя. Не только в области экологии или там нравственности, вообще во всех планах. Человек начинает разрушать все вокруг себя и прежде всего собственную жизнь. Он, возможно, сходит с ума или становится почти одержимым человеком, или спивается, или становится наркоманом, или кончает жизнь самоубийством, или придумывает смертоносное изобретение, какое-нибудь научное изобретение, или какое-нибудь идеологическое изобретение. То есть, строит в жизни, не созидает, а наоборот разрушает. Впускает в жизнь то, что будет только губить и разрушать жизнь людей. А все потому, что он оторвался от Бога. В нем эти есть дары, они в нем действуют, но не поворачивая своего лица к Богу, он и сам себя разрушает, и в силу этого становится источником разрушения для мира и для всех тех, с кем соприкасается. Он, как зараженный вирусом человек, является источником заражения для других. И вот такой человек несет в себе некоторый смертоносный вирус распада, тления, греха. А все потому, что он не захотел исповедать свою несомненную, очевидную связь с Богом. Ведь любой просто здравосмыслящий человек, любой, если в его сознание уже не вкоренилась какая-нибудь идеология, если сердце его не осквернилось уже каким-то пристрастием или страстностью, то он понимает, что тот талант, неважно какой, который в нем есть, его ли природная красота, или его физическая сила, или его способность к научному поиску, или его поэтические вдохновения, что угодно, оно никак от него не зависит. Ведь это очевидно всякому человеку. Да, это от него зависит, как развить и приумножить, как использовать этот талант на то, чтобы проставлялось имя того, кто это дал, чтобы люди получали пользу от этого и радость от этого таланта. Но он, оставаясь честным, не может не признать, что все это дар Божий. А если он это признает, значит, он сознательно выбирает служение лжи. То есть он, даже может быть, из каких-то вполне человеческих побуждений, неожиданно сам для себя становит жизнь свою, посвящает служение сатане. А сатана может только обманывать, клеветать и убивать. Сатана может только губить. Поэтому, отрывая человека от Бога, внушая ему идеи, что на самом деле он сам хозяин своей жизни, что все, что в нем есть, на самом деле никакого отношения к Богу не имеет, это не значит, что человек становится свободным. Это значит, что он свою жизнь подчиняет и лжи, и отцу лжи. Как сказал о вполне благочестивых внешних людях Господь наш Иисус Христос, относяйте слова к фарисеям, отец ваш дьявол. Хотя они-то думали, что на самом деле они самые благочестивые люди в Израиле, а Израиль самый благочестивый народ в мире. Стало быть, они самые благочестивые люди в мире, и уж точно служат Богу, а оказалось все наоборот. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание в этом отрывке. Премудрость есть дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Вседержителя. То есть, Сын Божий это и есть премудрость, раз премудрость есть излияние славы Вседержителя. Дыхание силы Божьей это указание на рождение Сына. У Отца, у Бога есть Сын. И этот Сын есть чистое излияние Его славы. Этот Сын Божий и называется премудрость. И как раз именно Сын Божий и проникает все. Как о том сказано в Евангелии свидетельствует и Иоанн Богослов в самой первой главе своего Евангелия он говорит, что был свет истинный просвещающий всякого человека приходящего в мир. Всякого человека. То есть, человек просвещается Богом, человек просвещается премудростью Божией просто по факту своего рождения. Еще до того, как он познал что такое добро и что такое зло. Еще до того, как он познал свет Христов. Еще до крещения. Может быть, вообще рожденный вне всякой возможности принять это крещение в какой-нибудь языческой стране, в каком-нибудь экваториальной Африке, в каком-нибудь племени, живущем в глубоких джунглях, но и там человек, если он появился на свет, он просвещается Богом. Вот это потому, что премудрость проникает и наполняет собой все. И этот свет просвещает всякого человека. И Бог он свидетельствует и освещает внутренний мир всякого человека. Это потому, что как Сын Божий является образом Небесного Отца, излиянием славы и его образом, как о том сказано в послании к евреям апостолу Павлу, так люди, они ведь тоже созданы по образу Божьему. То есть они созданы по образу сынов Божьих, по образу сына Божьего. И как сыны Божьи, они и не оставляются без помощи и промыслительного благодатного света от своего Отца. И в этом отношении нет человека, который был бы в принципе не способен познать Бога. Таких людей не существует. Нет людей, для которых бы богопознание было совершенно закрыто. Только разве что они этого не захотят. Но внутренне каждому человеку присущая способность познать Бога и выстроить свою жизнь по образу сына Божьего и все свои усилия направить на то, чтобы достичь насколько это возможно богоподобие дано каждому человеку. И вот это удивительное откровение и удивительное свидетельство, которое показывает, что на самом деле нет такого состояния, нет такого человека, который бы мог похулить Творца и сказать я забыт Богом. Таких людей не бывает, только воля человеческая ставит препятствие между мной и Богом и мешает только моя злая воля мешает через мою жизнь явить свет сияние славы Божьей. Субтитры